МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «Дежурная часть» на ЛРТ. Аварии, пожары, преступления, все чрезвычайные происшествия и события уходящей недели. В студии Алексей Репсон. Здравствуйте. Коротко об основных темах выпуска. Где эта улица, где этот дом? Опасное жилье на улице Урицкого. Вышли на тропу, профилактический рейд по защите леса. Хочу загранпаспорт, об очередях за документами и новых правилах миграционной службы. Езда без шлема, как ведут себя на дорогах скутеристы. На улице Урицкого стоит 5 двухэтажных довоенных домов, жители которых уже много лет хотят улучшить свои условия проживания. В ситуации попыталась разобраться наша съемочная группа. Этот двор местные жители называют люберецкими трущобами. Дома, которые устарели еще лет 20-30 назад, больше напоминают бараки. Коммунальные аварии здесь происходят с завидной регулярностью. Все системы жизнеобеспечения находятся в критическом состоянии. Водопроводные, отопительные и канализационные трубы почти полностью проржавели и засорились. Все пять домов требуют срочного капитального ремонта или расселения. Периодические отключения газа, воды и электричества – это еще не все трудности, которые испытывают на себе жильцы злосчастных домов. Исчерпав свой ресурс, эти двухэтажки стали буквально рассыпаться на глазах. Зимой через щели в квартиры проникает ледяной ветер. Весной и осенью в помещениях стоит страшная сырость. Приходили, сфотографировали трещины, которые дом уже разваливается, рассыпается. Все нормально у вас. Были признаны дома сначала под выселение. Я живу здесь с 88-го года. И вот с 88-го года нас выселяют. Всех проблем, которые стали в этом дворе повседневностью, и не перечислишь про такие мелочи, как разбитая дорога и отсутствие мусорного контейнера, жители даже не вспоминают. На фоне коммунальной катастрофы эти недостатки населению желто-грязных бараков на улице Урицкого кажутся пустяками. А кому делать-то ремонт? Наверное, никому не надо это все делать. Алексей Репсон, Александр Карев, Люберецкое районное телевидение. Лесные пожары уже полыхают во многих регионах России, а ведь лето еще не началось. Но уже сейчас пожарные службы переходят на усиленный режим работы. Что делается в Люберецком районе, чтобы предотвратить развитие прошлогоднего сценария с лесными возгораниями, узнавал наш корреспондент. Хорошая теплая погода наконец-то установилась в центральном регионе России, а это значит, что начинается пожароопасный период. В этом году особое внимание будет уделяться предупреждению и предотвращению возгораний именно в лесопарковой зоне. В преддверии майских праздников отделом надзорной деятельности совместно с сотрудниками УВД, ДПС и активистами младежного движения местной была проведена профилактическая акция, направленная на соблюдение гражданами правил пожарной безопасности в лесу. Водителям, которые останавливались на перекрестке, предлагали агитационные плакаты и листовки, разъясняющие, как вести себя на отдыхе в зеленых массивах. Подобные мероприятия совместными силами проводятся еженедельно в преддверии каждых выходных дней. Причиной лесных возгораний часто становится именно человеческий фактор. 1 мая наша съемочная группа совместно с сотрудниками Государственного пожарного надзора побывала в одном из самых популярных мест отдыха Люберецкого района — Лыткаринском карьере. При проверке оказалось, что большинство людей разжигают огонь в мангалах, так как это и предписывают правила. Но некоторые по старинке готовят угли для шашлыка прямо на земле. В этих случаях костры заливались водой. Правда, не все отнеслись с пониманием к таким мерам. Камеру уберем. Мы костер снимаем. Мне нахер, что снимаете? Практически все отдыхающие выразили мнение, что разведение огня должно быть строго контролируемым и не представлять опасности для окружающей среды. Мангал как раз предназначен для таких случаев, ведь он универсален, прост и удобен. Проще не оставлять ничего за собой, чем потом ходить в грязи. Такой рец впервые проводился в этом году, и поэтому он носил больше предупредительный и профилактический характер. Стоит отметить, что подобная работа будет вестись каждые выходные на всей территории Люберецкого района. И нарушителей будут наказывать рублем. Большая часть на самом деле граждан отнеслась с пониманием к этому всему. Все нарушения, которые были выявлены данной комиссией, они устранялись на месте. Тем не менее, невозможно поставить каждому отдыхающему по сотруднику пожарной охраны. Поэтому пикники в лесу – это не только приятное времяпрепровождение, но и большая ответственность. Ответственность, которая закреплена в административном и уголовном кодексах. Главное помнить, что непотушенный костер или сигарета могут привести к большой беде. Алексей Репсон, Сергей Гордеев, Люберецкое районное телевидение. Чистота – залог здоровья. Но не всегда этого лозунга придерживаются горожане. И не потому, что не хотят следовать ему, а в силу объективных причин. Проблемы нехватки урн и мусорных контейнеров в городе Люберце никого не удивишь. Но порой возникают и совсем необычные обстоятельства, которые также влияют на внешний облик города. На железнодорожной станции Панки с чистотой все в порядке. Здесь другая неприятность – нет ни одного туалета. А поток пассажиров достаточно большой. Вокруг торговой точки с широким ассортиментом прохладительных напитков и пива. На станции открываются палатки по продаже разливного пива. Соответственно, тут само собой напрашивается, пиво попил, надо, соответственно, куда-то сходить. А сходить некуда. Людям приходится просто отходить в ближайший сквер и там, соответственно, устраивать место туалета. Репутацию станции, находящегося рядом скверика, в прямом и переносном смысле подмывают не только пассажиры, но и местные любители горячительных напитков. Жители совсем не рады такому факту. Да и работникам торговых павильонов такая ситуация надоела. Ведь их тоже делают виноватыми, потому как они продают напитки. На каждой станции есть туалет. Я думаю, что вот так, кто здесь работает, и вообще надо соединиться и поставить биотуалет. Действительно. Потому всем, начиная от работников торговых точек и до местных жителей, необходимо, чтобы на станции Панки установили биотуалеты. В чистоте будут и аллея, и привокзальная площадь. Ирина Пахомова, Алексей Репсон, Валентина Верченко, Олег Лобанов, Люберецкое районное телевидение. Если вы стали очевидцем чрезвычайного происшествия, преступления, аварии, пожара или просто необычной ситуации и сняли это на видеокамеру или мобильный телефон, ваш материал может стать частью программы «Дежурная часть» на ЛРТ. Присылайте свои видеоролики с пометкой «Очевидец» по адресу lubertv.ru или звоните по телефону 8-498-642-19-52 или 8-916-030-2380. Автор лучшего видео недели будет поощрен денежным вознаграждением. Мы вернемся в студию после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами и не переключайтесь. Станция Люберцы. Улица Инициативная. Стойте, стойте на месте вдвоем. В 2011 году на этом месте были сбиты 6 пешеходов. Один человек погиб. Хочешь жить? Переходи на зеленый. Уважаемые телезрители! Если вы и ваши близкие стали героями сюжета или программы, приобрести диск с видеоматериалом вы можете в редакции Люберецкого районного телевидения. Подробности по телефону 8-498-642-19-50 и 8-498-642-19-52. Владелец этого мопеда погиб на ровном месте. Он не заметил бордюр. На этом скутере разбились двое подростков. Один погиб, второй в больнице. Мопед, скутер, мотороллер. Их принято не замечать, но их вокруг много. Водителям этих транспортных средств не нужны права. Для них нет штрафстоянок. Мотошлемы для них пустой звук. Но такая свобода ненадолго. Скутерист может ехать без прав между рядов и даже пьяным. И за это ему могут выписать только одну бумагу. Свидетельство о смерти. Соблюдайте правила при езде на скутерах. Жизнь одна. После долгой зимы на дороге вновь возвращаются водители мотоциклов, мотороллеров, мопедов и скутеров. За мобильность, маневренность и возможность не стоять в пробках им порой приходится платить высокую цену. За зимние месяцы автолюбители успели отвыкнуть от присутствия на трассах двухколесных транспортных средств. Водители скутеров, напротив, вспоминают подзабытые навыки вождения, что иногда и приводит к печальным последствиям. С последние три месяца, 2011 года, на территории обслуживания Люберецкого ОГИ БДД, в дрон транспортных происшествиях пострадало 24 водителя мототранспортных средств, которые получили травму различной степени тяжести. Сложнее всего ситуация обстоит с маломощными скутерами. На такое транспортное средство не нужны права, а подавляющее большинство их владельцев – подростки. Некоторые из них не боятся сесть за руль пьяными. Доступность, ощущение вседозволенности и незнание ПДД ставят под угрозу жизни как самих скутеристов, так и других участников дорожного движения. Хотелось бы рекомендовать водителям, имеющим мототранспортные средства, чтобы они не забывали про правила дорожного движения и неукоснительно их соблюдали. Хочу паспорт! С наступлением теплой погоды многие граждане начинают думать, как и где провести свой отпуск. Те, кто планирует посетить зарубежные курорты, вспоминают об истечении срока заграничного паспорта, об излишнем ажиотаже у дверей миграционной службы и о новинках, которые ускорят процедуру выдачи долгожданного документа, в следующем репортаже. Готовить сани летом, а телегу зимой многие граждане так и не научились, поэтому с марта по конец июля отдел УФМС работает с повышенными нагрузками. Желающие выехать за границу приходят занимать очередь к шести, а порой и к пяти часам утра. Но теперь это делать бессмысленно. Прием осуществляется в порядке электронной очереди. В помещении подразделения имеется соответствующее оборудование. Гражданин приходит, получает соответствующий талончик и спокойно ждет того номера, который имеется на талончике, и будет озвучен на табло. Отделение начинает работать с 10 утра, а значит и получить электронный талон раньше этого времени невозможно. Это нововведение позволило избавиться от извечной проблемы, кто за кем занимал и почему кто-то лезет без очереди. В среднем за день сотрудники отдела УФМС принимают документы на оформление загранпаспорта у 110-140 человек. Кроме этого осуществляют и их выдачу, а это еще 120 посетителей. Как раз для них в скором времени будет введена новая система информирования. С целью вот исключить, ну может быть, лишний визит к нам сюда, это уже связано с информацией о готовности заграничного паспорта. Мы сейчас пробуем и постараемся в кратчайшие сроки ввести такую форму общения с гражданином, как СМС-сообщение. Такая мера будет очень удобна для получателей. Им не придется по несколько раз звонить и уточнять, когда можно будет получить паспорт. Но и это еще не все технические нововведения. Федеральной миграционной службой также оказывается услуга по оформлению заграничного паспорта через интернет. Существует единый государственный портал предоставления государственных муниципальных услуг. Через этот портал граждане также могут подавать заявление на оформление паспорта. Уже сейчас эта услуга пользуется спросом. Ежедневно Люберецкий УФМС получает около 20 электронных заявок. По мнению сотрудников службы, их количество будет только расти. Алексей Репсон, Александр Карев, Люберецкое районное телевидение. На этом у меня все. Далее смотрите программу «Открытый диалог». Гость студии, герой Советского Союза, летчик-испытатель Николай Бездетнов. С вами была программа «Дежурная часть» на ЛРТ. И я ее ведущий, Алексей Репсон. Будьте бдительны. Удачи! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА